Друзья, в прошлом видео мы с вами смогли побывать внутри здания заброшенного санатория-профилактория. Это здание было заброшено еще в 2011 году из-за финансовых проблем. Поначалу внутри все оставалось целым. В комнатах стояла мебель, на стенах висели картины, большой аквариум возле парадной. А в процедурных кабинетах оставались целыми даже медицинские приборы. Но через некоторое время в здание начали проникать посторонние люди. И в течение нескольких лет здесь все разворовали и разрушили. И мы начали закладывать вот эти окошки и дверные проемы, чтобы сюда не лазили вандалы и молодежь. Уже первый этаж почти все заложили, осталось там маленькое окошко. Закладывали вот таким кирпичом, шамотный кирпич. Здесь есть и красный рядовой кирпич. И вот такой кирпичик из печей, весь обожженный, такой черный в саже. И таких внушительных размеров этот кирпич. И где-то вот привозят нам бэушный кирпич и закладываем. Здание просто огромное, 3100 квадратных метров площади. Друзья, как вы уже догадались, наша основная задача это консервация этого здания. Наша бригада каменщиков должна в короткие сроки заложить кирпичом все оконные и дверные проемы. А также нам необходимо демонтировать старые деревянные оконные рамы. Легче всего было закладывать окна на цокольном этаже, так как кирпич находился под рукой. Мы сразу же приступили к работе и почти за день успели заложить все проемы на цокольном этаже. Кстати, на нижних этажах проемы закладывали в кирпич, а верхние этажи будут в пол кирпича. Самое сложное, что нам предстоит, это затарить кирпич на верхние этажи внутрь здания. А как мы это будем делать, вы узнаете, когда досмотрите это видео. Не забудь поставить лайк под видео прямо сейчас, чтобы поддержать мой канал. Вот такой тут кирпичик. И большие, и маленькие. И вот шамотный камень огнеупорный. Стоит он недешево. И вот этим автокраном пока подаем, затариваем вот этот этаж. И здесь у нас есть в будке нам дали две рохли. Этот вот генератор. Мы мешаем раствор электричества. Тут спит Сашка у нас. Подсобник первый день вышел. Устает. И две рохли. И будем завозить кирпич внутрь на рохлях. Только нужно сначала разгрести мусор. Прямо отсюда будем с этой площадки. И вот так завозить. И уже по всему этажу. И также растворчик подавать. И это вот наш пёс Чарли. Он всегда с нами на стройке. Работает. Любит. Бегает здесь всегда вокруг. Охраняет нас. И также любит лазить по этажам. Везде. Уже сегодня лазил там на балконах. Здесь в бочках. Накачали воду с реки. Насосом. Также с помощью генератора. И вон ещё ёмкость с водой. И вот так будем замешивать раствор. Всё на месте. А потом на верхних этажах я вам тоже покажу. Как будет всё это происходить. Ещё нужно будет выламывать рамы. Так как в здании три этажа. То нам придётся вызывать автокран. Как минимум три раза. Сначала мы подаём кирпич, песок и цемент. К парадному входу. Хорошо, что здесь есть площадка. Отсюда через центральные двери. Материал и раствор. Раствор будет завозиться вовнутрь первого этажа. А завозить поддоны с кирпичом нам поможет рохля. Едет она сама. Только нужно её подталкивать. Чем сильнее толкаешь, тем быстрее она едет. Песок мы подавали в металлической рикше. Грузили его по очереди. Трое насыпают, трое отдыхают. А один выгружает наверху. Всего на это здание уйдёт два самосвала песка. И завезли вот сюда, в дальнее крыло, кирпичик на рохли. Сюда вот до конца расставили поддоны. И будем уже закидывать его в комнаты и закладывать окошки. И вот здесь ещё поставили кирпич на парапет. Тут, где идёт кухня, столовая. Пристроено вот это здание. И вот этот кирпичик сюда поставили. И потом вот этот вот проход. Разломаются вот эти кирпичи. И здесь идёт коридор. Потом будем завозить кирпич. Так же. Ну а теперь я вам покажу немного сам процесс кладки кирпича. Каждые четыре ряда мы засверливаемся в боковые стены здания. И забиваем в эту стену пластиковую арматуру. Таким образом мы привязываем нашу новую стену к основной стене дома. Теперь её намного сложнее будет разобрать. Ну, по крайней мере, с ноги не выбьешь. А также каждый четвёртый ряд армируется сеткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такие бочки с чем-то токсическим веществом были. И здесь полно вот таких дверей, потому что всё повыносили, все двери. Ставим вот так дверь, накладываем кирпич, и отсюда, с этих лесов закладываем окно. Хорошо достаем. Хорошо достанем. Хорошо достаем до веры. А кирпичик подвозим вот прям сюда, к двери нарохли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот таким образом закладываем окошки. Без шнура. Без шнура по-быстренькому. И провилкой проверяем кладку. Так как углы заводим по вот этой стене, а здесь провилкой смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на следующем ряду буду засверливаться и класть сетку. Вот на такое окошко где-то два раза засверливаемся, кладём сетку. Какие побольше окошка, там через каждые четыре ряда, чтобы было. И кирпичик разных размеров, потолще, потоньше. И приходится играть с раствором. Где-то подложить, где-то убрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, окошко готово. А вверху там оставляем щель 2-3 сантиметра, чтобы была какая-то вентиляция, хоть что-то вентилировалось. И вот так выглядит снаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вчера закончили первый этаж. И уже, смотрите, на этом этаже вот раздолбили. Здесь было вот так заложено окошко. Продолбили вот здесь вниз. Вот они, кирпичики. И будем вот так завозить вот этот кирпич, раствор. И по коридору туда до самого конца. И на последнем этаже тоже продолбили. И там будут ставить выносную площадку, будут варить металлическую площадку. И вот выглянуло наконец-то солнышко. Такая весенняя погода. Так что стройка потихонечку идет. Сегодня шестой день, как мы работаем. И уже, можно сказать, почти половину сделали. Но затарка тоже отнимает очень много времени и сил. И сегодня занимаемся затариванием материала на этот этаж, на следующий. Чтобы потом было удобно работать, чтобы материал был под рукой. Уже подали сюда цемент, кирпич, воду. Будку подали с инструментом. А мешалку. И уже половину кирпича завезли вовнутрь на Рохле. И также будем замешивать здесь раствор. И завозить все внутрь. Чтобы далеко не таскать этот раствор. И поэтому сегодня почти целый день мы потратим на затаривание кирпича. Но зато потом будет проще работать. Уже побыстрее пойдут дела. Подали вот такие швеллера. И вот такой лист металла. И пока мы будем работать на этом этаже. Уже сварщик будет делать площадку на следующий этаж. Выносная площадка будет ставиться. А бригадир завтракает. А бригадир вот завтракает. Маленький бутербродик, чтобы сил было много. Вот такой маленький. Вот такая. Вкусно. Маленький бутербродик. Вот такая. Вкусно. И сделали вот такую площадочку выносную, куда будет ставиться кирпич, подаваться. Еще тут надо будет нам немножко доделать. Вот тут с этих двух сторон сделали ограждение, а с задней стороны ограждения не делали, чтобы кран заводил кирпич оттуда. И здесь еще вот постелится фанера, такие угеля подложим, вот как тут, то ли на ребро там, посмотрим, постелится фанера, чтобы поддоны съезжали на рохли. И расперли эту площадку, вот здесь подперли домкратами, здесь домкраты, и можно будет на последний этаж вот так завозить. И также вот эту площадку подперли внизу домкратами, чтобы она не прогнулась. Вот так усилили. А сначала хотели этим листом металла перекрыть, но потом постелили вот так ригеля, и на них фанеру сделали попроще. И вот так мы обедаем на природе. Кто где сидит по всем углам. Кладем, закладываем эти стеночки, и работаем без уровня и без шнурки. И вот таким образом провилкой выравниваем ряд. Вот так ставится провилка и подбивается. Можно брать любую досочку, выбираем тут ровный край, и по этому краю выравниваем ряд. И получается быстро и ровно. И завозили поддон с кирпичом, и перевернулся на бок. Вот так рухля стала боком. И теперь придется перештабелевывать этот поддон, чтобы провести туда дальше, в коридор. Последний этаж. И доламываем рамы. И на последнем этаже уже до того научились эти рамы вытаскивать, что они вылетают только одна за другой. То есть весь целый этаж мы где-то за полчаса разбираем. Начали затаривать кирпич на последний этаж, на выносную площадку. И сейчас пробуем подавать. Вот она площадка. И ребята вот зацепили поддон. Сейчас будем ставить. Поворотим дальше. Можешь чуть-чуть положить? Стоп! Стоп! Поворотим еще с другой стороны. Давай, майнуй! И теперь мы завезли материал на последний этаж. И будем теперь класть окна, закладывать. Но раствор придется поднимать уже вручную. И смотрите, вот сначала мы замешивали раствор там, где стоят машины. Потом мы подали раствор на первый этаж. и затем все подали вот на этот этаж. И на каждом этаже мы замешивали раствор. Рядом был. Ну, только на вот этот этаж придется подавать. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот и заложили верхнее окошко, где стояла площадка и осталась одна дверь, где вот здесь тоже разламывали кирпич, чтобы провозить рохлю. И площадку уже вот убрали вниз, вот здесь она лежит на крыше, потом ее разберут и увезут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok